Знаешь, мне кажется, у каждой команды это происходит по-разному. Да, кто-то вообще возможно. Вот условный авангард, они вообще-то, я думаю, ни один из наших зрителей даже на камерах чемпионатов не видел, чтобы авангард тельтовали. Ну, кстати, это, наверное, то же самое касается и финских коллективов. Очень спокойно реагируют на подобные ситуации парни. Но есть и горячие. Например, тот же Voxx, наверное, бы точно сгорел. О, слушай, да, у нас очень много происходит интересности. И на этой карте тоже есть контакт. Два хп остаются у Киошимы. Он в итоге выживает. Дэвид Пилаки работает. Флаттера, Крушел уже в следующий раунд отправились. Киошиму помогают гранатами с дефолта. Тут в целом, посмотрите на карту, ребята. Четыре бойца команды Еретиков находятся на А, куда и пытается выйти команда Феникс. И они сейчас потеряли еще одного бойца. Да, Томас продолжает играть в ползунки. Дэвид Пи попадает по Нэна. Минус 58% здоровья. Нэна в очередной раз проигрывает эту перестрелку. При этом даже не попадает. Томас один против Питерко. Вот знаешь, как только Фениксы цепляются хотя бы за раунд, они моментально проигрывают следующий в Сала. Да. И это проблема особенно в атаке. Когда вы очень редко ставите бомбу. То есть вы дополнительную экономику не зарабатываете себе в актив. Ну и потом, да, уже тут Деву Дувек дорабатывает по Томасу. Хотя бы одного Киошима у красного добрали, да и уже хорошо. В итоге комбинация в два ВП у команды Еретиков работает безотказно. Там то Мака, то Лаки тот же включается. Дэвид Пи, например, сейчас тоже не выпустил как коннектор, так и яму. Там на третерсе никто не мог оказаться ранее. Ну и Деву Дувек и Киошима здесь тоже поработали на славу. 6-3. Смотрим десятый раунд. У команды Феникс вновь нет денег. Они вынуждены играть с пистолетами. Ну а Еретики продолжают действовать в две снайперские винтовки. Кстати, против пистолетов это не всегда хорошие новости. Хотя у этих пистолетов, ну, должны были быть гранаты. Хуан Флатро. Ну вот он, наверное, за этим наблюдал. Что? Что? Что это такое? Что это было? Ну ладно, первый фраг, это было красиво. Как минимум мы можем описать вообще все, что происходило на центре. И это принесло первый минус. Команде Феникс и Крушел СВП на самом деле тоже важный боец. В целом команда атаки перетягивается по точку А. Оставляет до последнего центра Крушела. Но и он тоже присоединится. И вновь будет работенка для Киошима здесь. Он пока тут один. Перетягивается Лаки тоже на А. У него калаш. МК у Кио. Тот под коврами. Готов откидывать флешку на центр. Под нее пикается Зик. И информация получена тут же. Кио забирает одного Хуана Флатро. Сюрил на размене. Неплохо. Вот есть шансы для команды Феникс. Учитывая, что Айвик еще живой. Айвик уже, я хотел сказать, не живой. Но он убивает все-таки Лаки. Деву Дуэк на размене Крушел уже на голове. Не простреливает. Дэвид Пи забирает Нена. Два на два ситуации. При этом инфа по обоим контртеррористам имеется. Ну что, смогут спасти раунд Феникса или нет? Хотя нет, спасать все же, наверное, будут юридики. Крушел промок с АВП. Дэвид Дуэк проигрывает перестрелку Томасу. Дэвид Пи последний. Крушел. Так, ребята, тут главное не переиграть на самом деле. Потому что все, нормально. Томас там взял себя в руки. Главное, что он это сделал. Потому что Крушел так и хотел отлететь там. Ну вот знаешь, в итоге вот этот забавный момент от Маки на старте прошлого раунда подарил очередную победу для команды Феникса. Кстати, победу очень существенно. Уронили экономику и ретикам. И есть реальный шанс зацепиться за комфортный счет по итогам первой половины. Да. Тут еще парочка, да, за атаку. Потом хороший старт за контртеррористов. И все, пошло-поехало. Можно уже эту историю как-то дополнять для себя каким-то позитивом. Ташки летят на центр. Крушел пытается выйти тут. Никого не заметит на этой позиции, потому что у еретиков стак. На точке оставили, кстати, на B одного Деву Дуэка. У Лаки есть скаут. Это Диггл от Дэвида Пи. В общем-то, Мака ничего не покупал, потому что в следующем раунде он, наверное, еще даст дроп. Или же сам закупится просто АВП. А нет, там все будет нормально у ребят остальных. Ну, если сделать еще по фрагу какому-то сейчас, то даже плюс 300 это будет хорошо, имея 2 800, например. Лаки отрезается смоком. В общем-то, еретики еще раз укрепляются в сознании, в осознании, вернее, того, что соперники занимают центр. И уже нужно корректировать как-то эту оборону, потому что могут выйти с трех сторон на них. Что это такое? Втроем в одном направлении смотрели французы и удается все же сделать минус. Забрали Нэна. Ну, вот дальше с проблемами. Но все же выходят на базу боя ребята из Феникс. Киашима и Давид. Пи против троих. Да, ну, уже Давид Пи отлетает. Флаттера находит свой очередной фраг в этом раунде. Кио последний. Это СГ, которая может помочь ему в следующем раунде. Особенно учитывая, что он играет опорника на точке А. Но все же тут Фениксы сами будут, наверное, его искать. Они довольно активно занимаются поиском соперника на центре. У Киашимы слишком хорошая позиция против Хуана Флаттера. И вышел сам, отлетел. И, в общем-то, Киашима устремляется на сейв. 5-6. Фениксы все еще пытаются вернуться. Но это все дело смотрится очень шатко, ребята. Очень хрупко. Камбэк строится, знаешь, основа, которая в один прекрасный момент может развалиться. А с другой стороны, ответственность у Феникс может просто испариться. Знаешь, они, возможно, перенапряглись, понимая, что на кону тот самый заветный слот на лан-финалы. Но играли не в свой Counter-Strike. Ну, вот сейчас, после того, как уже спустя какое-то количество раундов забыли о шансах на тот самый слот, начали играть в свою игру. И, возможно, это то, что принесет им результат. Майка с АВП. Не самый лучший респаун на центре. Он все же попытается кого-то в смоке тут забрать. На старте лежит этот дым. И она на острие этой атаки находится. Возможно, будет прыгать дальше на коннектор. Но он тут сам остался. А тем временем Фениксы пытаются нас удивить. Это выход на точку Б. Дэвид Увек прыгает. Замечает очень много соперников под себя. Молотов откидывает. И уходит обратно за плен. Дэвид Пи! Нашивает очень сильно Сюрила. Это 6 КП. Дэвид Увек не выживает в итоге против него. Дэвид Пи все еще в поиске своего фрага. И, возможно, получится убрать соперника. Это был Хуан Флатро, заходящий через Китчен. И Дэвид Пи всего лишь одного здесь забрал. Это тот самый момент, когда ты не дожимаешь красного. У Сюрила осталось 6% здоровья. Он сделал первый фраг на базе Б. Он забрал еще одного после. Да и в итоге он просто разрушил раунд для Еретиков. Обидно, досадно. Но что поделать? Феникс сравнивает счет на Мираже. И уже в следующем раунде постараются выйти вперед. Это уже что-то. Молодцы, да. Это те раунды, которые нужны им, чтобы укрепиться в понимании, что мы можем. Вот Еретики не настолько сильная команда. И это так, на самом деле, есть. Как они себе показали на Инферно. Это нужно было забыть. И сейчас играть совсем другую карту. Они смогли вернуться в атаке. Посмотрите, экономики уже хватит, наверное, до конца этой половины. Хотя есть некоторые проблемы у Хуана Флатро. Он будет получать дроп. А что по деньгам у команды Еретикс? Там Киошима, СГ. Все остальные будут играть с пистолетами. Вот знаешь, вспоминая, сколько раундов Еретики отдали, вот именно отдали в прямом смысле слова, когда имели какое-то колоссальное преимущество, но все же заканчивалось все это дело победой Фениксов, то становится уже очень даже интересно. Если так дело дальше и пойдет, с большой вероятностью мы отправимся на третью решающую. Крушелл. Должен быть фраг. Нет, пока что до него дело не доходит. Это было опасно, учитывая, что Диггл находится на руках у соперника. Дэвид Пи все еще живет. Мака в смоке. Дэвид Пи занимает его уже позицию. Тут будет, кстати, неплохой угол, чтобы убить того же Сюрила, который рано или поздно сможет подойти под стул, но все же откидывается еще один смок в окно. Мака вынужден вернуться, наверное, чтобы помочь Дэвиду Пи. Остался один на точке Б. Дэвид Уэк. И, кстати, у него такая позиция, которая 50 на 50 прям чекается первой. Ну да, могут проверить, могут и нет, но все же основное внимание в этом раунде у нас приковано к Киашиме, который имеет сохраненную СГшку, но по-прежнему этот Киашима ее никак не реализовал. Ой-ой-ой. У Дэвид Пи находит все же Сюрила. Киашима. Минус Кван Флантра. Да, это, кстати, был второй выход. Это было окно, вернее, правое Киашима. В общем-то, здесь может перетягиваться куда угодно, а Фениксы, судя по всему, попытаются выйти на точку Б очередной раз. У них это получалось, но, опять же, получалось 5-5 ситуация. У вас уже битый Крушелл и Нена, который в соло чекает все возможные позиции. И вот вопрос, проверит ли право или нет. Да, Дэвид Уэк стоит здесь с самого начала раунда и все же оказывается прав. Итак, отличный, ну, я бы даже сказал, простой и элегантный минус от Дэва Дуэка. Попытка Томаса выйти на позицию Аплента. Забрал Киашиму. Сразу же отвечает Мак хедшотом. Ну и Томас в ситуации один против четверых. Врыв от Маки в прыжке с 5-7 пытался забрать своего соперника, но не получилось. Тем не менее, Дэвид Пи ставит точку и приносит победу Еретика. Да, я поспешил, сказав о том, что до конца этой половины у команды Феникс хватит денег. Сейчас они закупаются на все, наверное. Да. Коэффициенты обновляются постоянно. На париматч следите за этим. 3 и 3 на команду Феникс. Ну, они 6 в атаке взяли. В принципе, рисковать можно, но это слишком жестко было бы. Потому что, ну, в целом, Еретики, они, да, какие-то раунды проигрывают, но находят для себя лазейку, чтобы вернуться. То есть у них происходит какая-то вальяжность, возможно, на какой-то момент. Но в целом они играют сильнее своих соперников. И в этом раунде тоже получается убить Сюрила. Макас АВП работает. Лаки закрывает яму. Там пытается раскидывать дальше Томас. Под эту раскидку внедряется в сэндвич. Нэна Киошима спрей. Только, наверное, его хватает. Нэна на размене с СГ. 3 в 3 ситуация. И Дэвид Пи имеет очень коварную позицию. При этом Хуан Флаттера не может выйти с ковров. Его держит АВИК на зиге. Вернее, на джангле. Так, у Дэвида проблемы. Все же забрал его Нэна. 2 в 3. А вот это уже интересно. И серьезные проблемы у Еретиков в этом раунде. Да, так Хуан слишком открылся. Макас играет на размене. Но бомба поставлена. Нэна и Томас. Остались против Макки у этого смог. Плюс дефуза наличия. Томас, как так? На самом деле можно было просто сидеть на дефолте и не чекать ни один из углов. Потому что твой тиммейт смотрит как раз таки. Реакция, конечно, неплохая, но не довел немного он свой прицел, чтобы хотя бы в ногу попасть по противнику. И, кстати, очень важный раунд. Только что Фениксы потащили. Это был не самый лучший. С одной стороны, где-то бай по гранатам. Но все же они до семерки своей дошли. И могут даже побороться за победу в этой первой половине. Респект и уважуха товарищу Нэна. Игрок из Македонии собрался. На протяжении всей карты Инферно и первой половины, большей части первой половины карты Мираж, Нэна собирал те самые необходимые навыки. И, наконец-то, выстрелил Мака. Успел забрать второго. Какой минус по Сурилу Нэна? Опять-таки же, Македонец отвечает, но на секунду бы раньше и размен был бы равным. Да. Так. Где сыграет у нас уже Дэвид Пи с этим Абиком? Он пытается его найти. А где? Да. С Маке все нормально. Разобрался игрок команды Эритикс. Нэна на парапете. Пропускает он бомбу. В то время как играет у нас Дэвуд Уэк на позиции. М-ка. В общем-то, информация получена. Дэвид Пи забирает Томаса. Нэна падает уже от Лаки. И Хуан Флаттера при выходе через дом уже читается. В общем-то, и не только читается, а его замечает Дэвуд Уэк. И должен закрывать именно он эту половину. 8-7. Команда из Франции побеждает. На первой части карты Демираж. Но, в общем-то, здесь хоть была борьба, ты знаешь, Юра. У нас были неплохие ситуации. Вот этот, кстати, фаззум был очень жесткий по Сюрилу. Да, как он забрал второго, это что-то на грани фантастики. У Мака еще с Инферно такой пришел, Терминатор. У него там все выходило, носился по всей карте. И не только с АВП. С любым девайсом он был хорош. Нравится, что включился Нэном. Правда, вы знаете, что это были какие-то точечные включения. Мы видели небольшое включение в пистолетном раунде. Там Македонец зажигал. Дальше был суперпровал против форсированной закупки. Вот там, наверное, не сумел совладать против соперников ситуации один на один. Забыл, где была поставлена бомба. И дал разминировать плент без дефьюз китов. Вот это большой удар по морали. Особенно после Инферно, как ты сыграл там, да, сколько там, четыре у нас фрага было. Неважно, сколько фрагов. В общем-то, я на статистику не так часто обращаю внимание. Но он выпадал очень сильно. И потом проиграл на старте очень важный клатч. То есть самое главное, что реабилитировался. Сыграл потом один на один, в общем-то, против Маки того же, который там выходил тоже с джангла. И взял важный раунд для команды Феникс. Но знаете, вот у меня укрепляется еще убеждение в том, что могли больше взять себе Феникс. Они проиграли там против пистолетов, против одной СГ Киошимы. В общем, с одной стороны, 7-8 неплохо. С другой стороны, можно было поработать еще лучше над материалом. Сейчас они имеют пистолетный раунд в защите. Раскидка от Томаса. Сюрил тоже готов помогать со смоком и диффузами. Нена уже получает простейл на центре. 23 хп. В общем-то, нужно отойти, потому что еще одно попадание уже будет летальным. Крушел опасается выхода под окно. Нена все же занимает угол. Пытается убить коннектор в спину. Пока что до фрага дело не доходит. И тут уже Нена не уходит никуда. Где-то я уже это видел, Нена. Пытался взять инициативу в свои руки, но банально не убивает в Македонию ситуацию. В итоге оставляет команду в меньшинстве. 2 в 4. Крушел Сюрил. Попытаются спасти раунд для команды Феникс. Но сделать это будет очень сложно. Да, особенно это зависит от Сюрила. Потому что у него есть диффуза, есть смок. Крушел тоже с окна пытается с кем-то воевать. Там Дэвид Пи открывается. Не выпускает Сюрила. 18 хп у него остается после этого контакта. И до хэдшота дело не доходит. Дэвид Пи его уже затыкал. Крушел последний. Информация была по нему изначально. И тут уже все заканчивается просто слепым Лаки, который забирает его. 9-7. Ну да, не то начало, о котором мечтали Фениксы. Да вообще у них как-то не складывается. Вы знаешь, в первой половине забрали пистолет и проиграли Форсу. Во второй в защите, когда вроде бы, имея достаточно солидный задел по раундам. Ну как солидный задел. Они взяли 7 в атаке. Это хороший показатель. Зацепиться за пистолетку в защите было очень важно. Но и этого сделать не смогли. Беда. Да, купили в итоге только пистолеты. Фениксы. 4П250. И Диггл на руках у Хуана Флаттера. Заметили только что одного соперника Еретики на центре. Это был Зиг. И плюс коннектор тоже проявил себя. Но в итоге до минуса дела не дошло. Только минус 21 хп по Маке. Кстати, Дэву Довек под точкой Б все это время тусовался. Там же бомба недалеко. Была на руках у Лаки, который решил ее выкинуть и помочь своим тиммейтам на центре. Судя по всему, это будет какой-то сплит вообще на точку Б у команды Эверетикс. И вопрос только в том, будут ли они занимать коннектор. Или просто его откинут там смаком молотовым и пойдут на Зиг. Ну, интересно действует французы. Быстрое занятие центра карты. После этого остановились и окопались. Вы знаешь, как будто забетонировали занятые позиции. Ну, и вот 45 секунд спустя начали шевелиться. Шевелиться в сторону базы Б. Кстати, вот укрепление А у Феникс. Вот они верят в то, что будет раскидка поздняя с заходом на этот плент у Еретиков. Но мы-то знаем, ребята, что совсем иначе поступают игроки атаки. Дэвид Пит только заходит в коннектор и закрывает он Сюрила. Здесь, в общем-то, нужен был сразу хэдшот, чтобы убить Дэвида. На таком расстоянии СГ слишком сильная. С зумом и без зума. Ну, тут разве что Хуан Флаттера может его не пропустить. И заработать себе хотя бы девайс в этом моменте. Потому что бомба уже выходит на практически пустой б-плейн. Там Нэна показал себя, и это смерть. Да, верная смерть подписана хэдшотом от Маки. Три в пять ситуации. Фениксы понимают, что в этом раунде надо цепляться хотя бы за минусы. О победе речи быть не может. По одному продолжает умирать. Крашел падает от коннектором. От Хуан Флаттера он просто заснул. Он все ждет свой фраг. Там еще сейчас не хватило прострела в голову, чтобы его услышал Дэвид Пи. Или просто даже после этого прострела. В общем-то, Дэвид, наверное, не прочекает позицию. Там попытается выйти. Гуан, нет, не получается. И Томас тоже падает от СГ. Какая досада, ребята. Все же этот девайс никому из защиты не достанется. 10-7. Смотрим. Восемнадцатый раунд. Это в любом случае не оптимальный бай у команды Феникс. Потому что у всех, да, есть винтовки автоматические. Также там у Томаса будет Аук, например. Но нет дефузов. И есть только три смока, одна флешка и дикой. Знаешь, после увиденного в исполнении Хуана Флаттера можно сказать, что этот парень умеет в тимплей. Ну да. Хотел он там заполучить себе этот фраг, но не дошло. Иритики готовы раскидывать точку. Они понимают, что оппонент, даже если закупился, даже если там какая-то умпшка или мп9, то один только молотов может их остановить в яме. Потому что абсолютно простой. Это прямолинейный ранг. Кстати, очень плохой смог на джангл, ребята. Да, оставили просвет. Погибает Дэвид Дувак. Тем не менее, Давид Пи устанавливает бомбу. А ведь Нэна мог это дело предотвратить. Итак, Яшима забрал Крушева. Продолжает свое выбивание Феникса. Деваки минус Квамфватра, Приват Нэна. Но всего-то на всего один минус. И в итоге почему по одному? Вот ты увидел в этом выбивании что-то тимплейное? Слушай, у нас часто происходит такое. Все, Риэл подожди. Тут еще остался 1-1 против Маки. Все, закончилось. Как играет защита в подобных моментах? Она отдает просто плент. Особенно, если есть фраг. Пять на четыре. Отойти просто обратно всем. Дождаться этих смоков. Да, я понимаю, что нет диффузов. Но при этом мы уже близко на перетяжке. Большинство находитесь. И в большинстве в итоге находитесь. Можете выйти там откуда угодно. Джангл плюс Сити. В общем-то и коннектор тоже закрывается вами. В общем-то понеслись просто по одному. Это говорит о том, что не сфокусированные ребята из команды Феникс. Абсолютно. И более опытная команда. Она бы отдавала эту точку. Потом выбивала вместе. В итоге еще один экономический раунд. 3D-Glad CZ-шка и скаут в руках Сурилла. У еретиков все стабильно. Там 4 SG-шки. Один АК-47 у Дэва Дувека. Ну и французы, понимая, что действуют против пистолетов соперника, особо не торопятся. Ждут ранней агрессии. А дальше покажут нам какой-то хороший и осмысленный раунд. Дэва Дувек все еще чекает выходы на ящик. Ну тут еретики просто отсиживаются. Они вот видно даже по позиции Киашима, насколько они осведомлены в том, что вот в подобных раундах происходит на центре. Если защита посягается на эту территорию, там какие-то возможные поджимы. И все это было закрыто. Но минута до конца раунда. Еретики все еще как вкопанные там на центре. Отправили только разве что одного Дэвида Пит через метро чекать окно. И плюс коннектор, который закидывался довольно активно. Флешка от Нэна. Он попытался сыграть А.К. Форес просто с этой флешкой. Но не получилось. Но есть информация хотя бы по Киашиме. Лаки дожидается Хуана Флаттера. Здесь молодой не выдержал. Побежал вперед и получил свою пулю. Что это было? Вот вспомни, как действовали в подобных ситуациях еретики. Дэва Дувек стоял на этой позиции до конца. Он не срывался. Он ждал до вот своего звездного часа. Итак, выход на базу Б от французов. Здесь по-прежнему два, уже три игрока команды Феникс. И проблемы могут нарисоваться 20 секунд до конца. Кстати, да. Ну, Томасу нужно красным там как-то жить на машине. Нет, не получается. Его забирает Лаки. И возле окна падает также Нэна от рук Маки. В общем-то здесь можно просто рифм писать постоянно. Особенно если вы комментируете или обсуждаете команду Херетикс, где играют Лаки и Мака. Ну что ж, 20-й раунд на ваших экранах. Феникс закупается. И наконец-то есть снайперская винтовка Крушел. А куда он пойдет? Вопрос только один. Да, это вопрос. Ну, однозначно должен идти, где-то пытаться находить перестрелку. Ну вот, очной снайперской дуэли мы точно не увидим. А вот СГ-шек более чем достаточно. С учетом того, что СГ-шка частенько в последнее время справляется со снайперами, то у Крушева будут серьезные проблемы. Хороший выпад зигзага. Забрал Дэва Дувика и размена не последовала. Молодец. Сразу же подсадка Хуана Флаттера на зигзаге. Ну и, кстати, это может сработать. Нэна мог, конечно, уже отправиться в следующий раунд. Если бы вот Дэвида Пи хватило на то, чтобы нажать на спусковой крючок. В общем-то, Хуана Флаттера просто разрывают. Это Киашима плюс Мака. Два игрока в окне. Вот, Нэна, зачем ты там нужен? Если там и так у тебя АВП стоит и смотрит возможную подсадку, в общем-то, нужно, наверное, менять расположение и смотреть уже коннектор. Потому что тиммейту, который там сюрил, ему было бы неприятно еще, чтобы вышел коннектор. И в итоге этого нет. Дэвида Пи попытался сыграть через смок неаккуратно. И Нэна все это время подрезал его угол. Три в четыре ситуация. Вот Нэна ушел уже на голову. Мака понимает, что смок уже скоро развеется. И он покажет свою спину противнику. А тут уже Лаки под точкой бэк. Кстати, если он уберет быстро Томаса, то это в шанс. И плюс Томас сейчас реально может отлететь. Лаки. Мака убивает Нэна. Это было в коннекторе. Три в три ситуация. У-у-у, Томас. Это провал. Ребята, ну он сам напрашивался на самом деле. То есть он пропустил противника в этом смоке. В итоге Крушел пытается исправить ситуацию. Нет минуса. Три в два ситуация. И Сюрил тоже с АВП попадание в наличии по Маке. Так, не было прострела, но было близко. Ну и красный Киошима. Лаки 52 хп. Бомба стоит на руках у Крушела. И Сюрила не от дефузов. Так и не вышел Крушел. Хотя Киошима был готов нажать на эту левую кнопку мышки, чтобы попасть ему в голову. Нужно ждать Сюрила. Он очень долго выходит. В итоге там, кстати... Здрастет Крушел Киошиму. И все же француз выигрывает эту перестрелку с Тюрил. Последний против двоих нет. Дефуз китов, куда ты идешь? Куда вы идете на столь поздних таймингов? Это тот момент, Юра, когда вот у тебя просто уже педаль тормоза не работает. И вот вроде как пытался сначала нажимать на нее, а потом и она уже сдала свои позиции. Ну вот он Мака. Да, классно, кстати, сыграли против сигареты. Мака дальше показывает себя в коннекторе с СГ. Ну и Сюрил плюс Крушел. Да, не могли, конечно, что-то предложить противникам. Но опять же таки, это два авика на выбивании точки Б. Даже против красных. Хоть один или два хп у кого-то было. Это неважно абсолютно. Феникс. Пистолеты плюс арморы. Это план на 21-й раунд. Нет дефузов. Есть там некоторые раскидки. Три флешки. С Маки они только что уже все свои потратили. Ну а еретики никуда не спешат. Ну знаешь, медленно и уверенно. Не хочу сглазить ни в коем случае команду еретиков. Но они двигаются к первой своей победе на Мираже. За последние шесть игр. Эта карта заканчивалась только поражением для французов. И вот он соперник, с которым готовы драться. Ну не на равных, а даже с доминацией. Ну это по крайней мере пока что. Итак, выход на позицию Аплунта. Здесь вся команда фениксов. Ну правда, позиционно преимущество на стороне еретиков. Да, тут и по живой силе тем более. Тоже трех убили. Мака близок к тому, чтобы совершить еще два убийства. Ну, если что, есть еще Киашима на втором фраге. И двойной перевес по очкам сейчас у команды Херетикс. Фениксы вновь с АВП. Уже не одно. Получает еще себе на руки снайперскую винтовку Томас. Это опорник точки Б. И возможно с ним получится лучше отыграть на этой позиции. Потому что именно она, это красная точка. Вообще это как тряпка, которую бык разрывает просто. И в данном случае еретики направляются. Кстати, под Б. Нет, это будет раскидка там. Зиг полетит смог. Тем временем агрессия от фениксов на центре. Наверное, и Хуан Флаттера занимает позицию. И сообщает о том, что там никого нет. Кстати, вот интересный раунд сейчас будет для команды Еретикс. Они рассказали Б, а в итоге спустились в метро. И будут занимать коннектор. А бомба все это время находилась возле ямы. Четыре игрока команды Феникс повелись на эту провокацию. Они готовы останавливать выход на базу Б. А там сплетуются вовсю позиции. Аплант Аус Турила серьезные проблемы. Один против всей французской команды. Просто порвали на части. Это очень классный раунд, ребята. И такого нам команда Еретикс не показывала, опять же. Потому что это тактика, которую вы сделаете один, ну, два раза максимум за сторону. Потому что потом уже вас будут читать противники. А так вот они выбрали нужный самый момент, как вот сыграть в этой ситуации. Молодцы. Вообще честь, хвала. И всевозможное уважение команде Еретиков за это. Мак оставит точку. 15-7. Матч-поинт. И Еретики готовы отправляться в Киев. Остается только забрать последний раунд. Да, тот самый легендарный и, наверное, один из самых титулованных игроков французской сцены готов получить слот на ван-финалы второго сезона WePlay Forge of Masters, которые пройдут в Киеве с 15 по 17 ноября. Да, не самый лучший бай. Вот уже Фениксы, конечно, готовы здесь сыграть. Может быть, укрепление какое-то. Но вместе Мака в итоге убивает Нэна. Нэна, ты знаешь, вот можно снять клип вообще где-то на 5 минут, вот как он умирает в этой Best of 3 встрече. Вот он ничего не видит, кроме хэдшотов. Вот только хэдшоты. Он заходит куда-то, это и не везет ему, и он сам уже теряет абсолютно всю уверенность свою. У нас есть замечательная рубрика под названием Play of the Day. Можем вот просто смерти Нэна вот туда, и это будет незабываемо. Его просто очень жестко вырубают. У нас как-то так получается, что обсерверы ловят его, и спустя полсекунды он получает какой-то молниеносный хэдшот. Вот тут просто то с АВП, то с ЭМКИ, то непонятно там с чего, в общем-то. 15-7, и у нас все же Фениксы пытаются до конца обороняться. Поджигаются ковры. Бомба все еще под телевизором Киошима. Показал уже себя на зиге. Крушел пропускает его. Неужели там отдастся? Он топнул? Нет, ушел. Ушел Томас в итоге с точки B. И Киошима сейчас скажет, что в принципе там у нас никого нет. И можно туда перетягиваться к бомбе. Так, подожди. Как это происходит? Крушел не слышали. Крушел есть минус. Забрал Киошиму. Но дальше размин от Маки. Готов сделать второй минус. Промах. Но есть информация по Томасу. Правда, выигрывает перестрелку у Дэва Дувака. Хуан Флаттера и Сурил вдвоем против троих. Заняты позиции базы B. Но при этом бомба еще не установлена. Ну, без шансов. Лаки хоронит Хуана Флаттера. Мака ставит точку в этой серии Best of 3. Кому как ни Маки ставит эту точку, потому что он MVP в 100%.